Вот и каждый из нас хоть раз в год имкнется сменить звыклые городские пейзажи на морские курорты, цикавые экскурсийные поездки або оздоровления в санаторы. Какие маршруты сегодня являются наибольшие популярными, а главное доступными для жахаров наших регионов, попробуем разобраться разом. В этом сезоне наибольшие потребовательные миссии от жахаров Гомельщины являются туры с вылетом с Гомеля. На сегодня это Болгары и Черногоры. Европейские направления, такие как Испания, Италия, Греция, крыху сбавили свои позиции. Многих туристов отпудживая необходная процедура биометрия, або, простей кажучи, отбитки пальцев. Для ее проходжения часом доводится ехать в Минск, бо еще не все визовые центры есть у Гомеля. Новинкой же сезона, на которую туроператоры ускладают великие надеи, зараз являются отпочинок у Грузии. С 18 июня стартует у нас чартерная программа «Минск-Батуми». Предлагаем мы хорошие варианты размещения в Батуми, в близлежащих поселках. Это безвизовое направление. Еще один плюс в этом направлении в том, что отдых там достаточно недорогой. Что тыжится ценового депозону, бадай самым выгодным по цене и якости вариантом на сегодня заявляется Болгары. Отпочинок у этой краины, в зависимости от дома ухаршивания и проживания, разом с вылетом с Гомеля, на 9-10 ночей, у середням будет каштовать от 300 до 500 евро на человека. В Черногории обойдется криху дорожей – от 400 евро без харчевания. Самыми элитными вариантами пранейшему застаются экзотичные Мальдивы и Сейшелы – от 3 до 5 тысяч долларов на двоих. Дареже, зараз у двоя снизились кошты на отпочинок у отелях класса люкс у Турции. Так само в этом сезоне бывают выгодные пропановы гаражных туров, как, например, отпочинок у Испании – всего за 750 евро на двоих при умове открытой визы. В целом, европейские туристичные напрямки займают середнюю ценовую приступку. Мы рекомендуем в европейских странах туристам брать питание полупансион, это завтрак и ужин, чтобы максимально уже было оплачено питание при отдыхе. Это обойдется около 600 евро, 500-600 евро человека вместе с перелетом. Пропонуют же Харам Гомельшины и шмат цикавых белорусских турпослуг. Сирот наиболее запотребованных хайчинных экскурсийные маршруты призваны рассказывать про богатую историю и культуру нашей родной земли. Это уникальные палацово-парковые установы, такие, как Мирский и Несерский замок, Палас Румянцевых и Паскевичев, знакомитые святыни у тем лику город Туров и иншие знаковые места, которые привавливают своей пыгажностью и спрадвешностью местовых и замежных туристов. Треба означать, что кошек таких поездок является вельми доступным. Он варьируется от 80 до 500 тысяч белорусских рублев. В прошлый час у Беларуси активно развивается и вытворчивый туризм. Это экскурсии на ведущие предприятия страны с дегустацией продукции. Так само не губляя свою актуальность и отпочинок у агро-эко-садибах. Их на территории Гомельшины размещается больше, как 200, а деканом – до вип-класса. Тут пропонуют самые розные на прамке отпочинку – от лазни, рыбалки, полеванья до сплава на туристичных байдарках. По раннейшему запотребованным изъявляются и белорусские санаторы. Дарыша одним оздоровлением тут, завершайно, так само не обмежевываются. Мы сотрудничаем с санаториями, когда людей забираем прямо из санатория и везем на экскурсии. Да, если это недалеко от Гомеля, это может быть Гомель, это может быть Красный берег, очень интересное направление. Это может быть Рогачев, это может быть Чечерск, музей хлеба. То есть санаторно-курортное лечение, которое направлено именно на лечение, оно не является таковым, потому что люди не только лечатся, но и познают что-то. Отправиться этим летом отпочивать на замежную курорт, або застаться уродных белорусских мястинах, каждый выращая сам. Головное не забывать при этом об мерах особистой безопасности и проводить час выключено с добрым настроем. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.